Ограничить ввоз в Россию лесобумажных товаров из недружественных стран, в том числе некоторые виды мебели, фанеры, бумаги, упаковки, предлагает Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Это нужно для поддержки российских производителей, считают профильные эксперты. Письмо с таким предложением было направлено зампреду Совета Федерации Юрию Воробьеву. В своем письме Ассоциация также предлагает предусмотреть приоритетное право градообразующим и системообразующим предприятиям поставлять продукцию на новые территории России. Вот это предложение мы обсудим с участниками программы «Ракурс». С нами по удаленной связи генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Туганов. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Проститель директора компании «Корона», якорного резидента мебельного кластера Республики Башкортостан, Алмаз Самамлеев. Здравствуйте, Алмаз. Здравствуйте, Максим. Тимур Равилевич, первый вопрос вам. Как, собственно, зародилось такое предложение? Ведь в обществе есть уже понимание, что многие иностранные бренды ушли из России, альтернативы им создают, активно создают российские мебельщики. Ну, тем не менее, предложение появилось на пустом месте. Еще в июле мы обратили внимание, что по сравнению с мартом у нас увеличился объем ввоза импортной мебели именно из недружественных стран, из Европы. Я напомню, что с 10 июля вступил в силу пятый пакет санкций, который затрагивал интересы лесопромышленников российских как раз. Наша отрасль традиционно экспортоориентирована, огромное количество продукции ЛПК поставлялось в Евросоюз, Соединенные Штаты. Эти страны для нас сейчас фактически закрыты, то есть юридически закрыты. При этом они нам прекрасно поставляют свою продукцию. И мне кажется, вот эту такую немножко абсурдную ситуацию надо исправлять. А как эти поставки происходят? Это какой-то параллельный импорт? Нет, прямые поставки, они же не запрещены. У нас действует пошлина на мебель, установлена, напомню, связующими ставками ВТО. Мы, когда вступали в ВТО, подписывали определенные обязательства по предельному размеру ввозных пошлин на все виды товаров практически. Сейчас на мебель действует и так максимально, но она очень невысокая, в зависимости от видов мебели, от 8 до 12,5% максимум. И пользуясь достаточно сильным курсом рубля, поставлять в Россию товар сейчас выгодно и интересно. Но надо, наверное, быть разборчивее в настоящий момент как раз в странах, из которых этот товар поставляется. Тимур Авелевич, в своем обращении в Совет Федерации Ассоциация подчеркивает, что ограничить предполагается ввоз только той продукции, аналоги которой в достаточном количестве производят в нашей стране. О каких позициях в данном случае идет речь? Ну, мы можем уверенно говорить о большей части древесных плит, о фанере и о мебели. Продукции высокого передела мы уже не говорим там про пиломатериалы и так далее. Если есть какие-то отдельные виды, где мы не обеспечим на 100% потребности внутреннего рынка, либо это может сказаться на удорожании конечной продукции, наверное, не надо стрелять себе в ногу, что называется. Здесь надо быть осторожнее. Мы именно такой подход и практикуем. Мебель мы можем заменить в всей цепочке, поэтому здесь ничего страшного не происходит. Без удорожания ее на внутреннем рынке, естественно. Да, спасибо. Алмаз Рамилевич, как вы, как руководитель одного из предприятий, достаточно крупных в республике, оцениваете инициативу вашей профильной ассоциации об ограничении импорта ряда товаров зарубежной мебели. И, собственно, ощущаете ли вы по динамике реализации своей продукции какие-то сложности за последнее время? Может быть, что-то улучшилось, может быть, стало хуже? Ну, мы поддерживаем, конечно. Но Тимур Равильевич правильно сказал, надо определенным правильным списком подходить. То есть подбирать определенные позиции, чтобы это не вредило внутреннему рынку нашей страны, нашей республике. По динамике я могу сказать одно, что мы как планы были вырасти плюс 30%, так и мы выросли в этом году плюс 30%. То есть у нас отставания нет, спада нет, ну, как бы, как говорится, мы развиваемся и идем только вперед. По поводу, также еще хочу сказать, по поводу импорта, ну, то есть запреты импорта мебельной продукции. Ну, я считаю, что наш рынок, российский рынок, он может покрыть по готовой продукции, как бы, любую позицию. Но вот по комплектующим, например, это фурнитура, я думаю, нам еще есть поработать и нам нужно создать здесь определенные такие импортозамещающие проекты, которые будут как раз, ну, работать в эту сторону. Потому что, ну, надо изучать опыт недружественных стран и, как бы, здесь уже импортозаместить. Да, спасибо. Тимур Авелевич, ну, вот, собственно, если в процентном соотношении, да, оценить на сегодняшний день объемы продукции импортной, да, и российской, вот, какое, собственно, измерение здесь, как вы оцениваете эти объемы сегодня? Ну, если мы сравним именно мебельное производство, то по итогам 2021 года на рынке был 41% импортной мебели, да, если говорить о объеме продаж за год. Это показатель наиболее низкий за предыдущие 10 лет, то есть постепенно-постепенно российские мебельщики вытесняли, ну, не вытесняли, там, отвоевывали свой рынок, причем это происходило на растущем рынке. Сейчас очевидно, что из-за сложности с логистикой, из-за сокращения продаж по отдельным позициям из каких-то стран объем импортной мебели еще уменьшился. У нас порядка 31% сейчас по итогам 9 месяцев, да, мы, в общем, достаточно долго считаем, поэтому сейчас по трем кварталам готовы только определить. Ну, мы видим, да, что соотношение меняется, опять же, в нашу пользу, но, как сказал коллега, мы любой ассортимент готовы по готовой продукции, да, заместить. В комплектующие мы сейчас не берем в расчет, вот, это отдельная история совершенно, да, и ее мы не затрагиваем. Хочу только сказать, что нам и так пришлось фактически в марте месяце быстро переориентировать вектора поставок, вот, тех самых комплектующих, в первую очередь металлической фурнитуры, там, отдельных видов химии, лакокраска, да, кромка, которые используют мебельщики с западных направлений на восточные. Но могу сказать, что за этот период ни одно мебельное предприятие в России по этой причине не остановилось, не обанкротилось, слава богу, вот, все в порядке, да. Где-то были увеличены на какой-то момент сроки поставок, соответственно, сроки изготовления. Но глобальных проблем не случилось, и сейчас, в общем, все абсолютно в нормальном режиме, в нормальном русле работает. Тимур Авелевич, ну, вот, понятно, что любое подобное ограничение, будь то прямое ограничение, да, или заградительные, какие-то таможенные пошлины, да, это риск для конкуренции, как ценовой, так и качественной. Вот, как в этом смысле, на ваш взгляд, не нарушить вот этот баланс и учесть и сохранение высокого качества, да, и оптимальной стоимости для потребителей? Да, Максим, хороший вопрос, но я считаю, что нам надо приоритеты расставлять в подходе, исходя из текущей ситуации. Сейчас падающий рынок, да, спрос на продукцию даже на внутреннем рынке падает, у нас закрыты, как я уже говорил, традиционные экспортные рынки, если говорить про Европу, соответственно, идет сокращение производства. Мебельщиков оно затронуло в наименьшей степени, да, то есть самые большие потери, если говорить про ЛПК, это производство фанеры как раз и производство биотоплива, вот, но, тем не менее, у мебельщиков тоже в натуральном выражении идет сокращение производства, оно заметно. И в этих условиях приоритетом должно являться сохранение рабочих мест, сохранение объемов производства собственного. А потом уже можно будет говорить про конкуренцию с западными производителями. Давайте вспомним, что у нас почти 26 тысяч производителей мебели в России, да, 99% из них это субъекты малого, там, среднего предпринимательства, вот, но количество цифр впечатляет, согласитесь. Внутренняя конкуренция, она сейчас более чем достойная в любых ценовых сегментах, в любых секторах по производству, да, там, от детской мебели до офисной. Бояться падения конкуренции совершенно не надо. Надо бояться падения сокращения производства и, там, возможных потерь рабочих мест. Мы за 9 месяцев из недружественных стран закупили почти на 300 миллионов долларов мебели, да. Это деньги, которые мы отдали за границу, вместо того, чтобы оставить у себя, вместо того, чтобы они пошли в качестве зарплаты, наполнения бюджета всех уровней и так далее, и так далее. Ну, очевидно, о чем сейчас надо, в первую очередь, размышлять и за что бороться. Алмаз Рамильевич, мы знаем, что вы торопитесь, да, но буквально два вопроса хотелось бы вам адресовать. Вот, собственно, и вице-спикер Юрий Воробьев говорил, что любые решения, да, нужно сопровождать, в том числе и государственной поддержкой данной отрасли. Она нуждается в ней, безусловно, да. Вот текущая государственная поддержка, собственно, на чем она строится, да, что ваше предприятие может получить или получает от государства, и как вы ее оцениваете? Ну, как я и всегда говорю, вот с 2020 года, вот когда ковид начался, мы прям почувствовали, что именно государство заинтересовано, чтобы мы работали, чтобы мы производили, и давало нам субсидирование. В 2022 году корона получила около 15 миллионов на субсидирование оборудования, то есть оборудование, которое для производства, то есть наши новые цеха. То есть заметно именно заинтересованность государства, даже могу сказать, что там на выставку к нам приехал вице-премьер республики Башкортостана Александр Николаевич Шильдяев. То есть это же тоже показатель того, что государство показывает заботу о наших мебельщиках, так скажем, и заинтересованность свою в нашем развитии. И еще такой вопрос относительно, собственно, способов реализации продукции. Вот удается ли вам помимо прямой розничной торговли оффлайн адаптироваться под новые каналы сбыта, реализация продукции через маркетплейсов? Это, собственно, те способы, которые активно используют иностранные компании, работающие, поставляющие свою продукцию, мебель в Россию? Ну, сейчас мы этим, так скажем, плотно занимаемся, но единственный вопрос в логистическом, как бы, вот построение логистики, и у нас считается, как крупногабаритный товар. И мы вот думаем, как это правильно сейчас упаковать, работать с рекламациями, работать с клиентами, то есть принимание там заявок тоже продумываем. Думаем насчет не только маркетплейсов, но также и собственного интернет-магазина, как его развивать. То есть, ну, в этом, скажем, в эту сторону мы работаем пока что. Только изучим. Время нашего эфира подходит к концу. У меня вопрос к Тиму Равилевичу. Тимур Равилевич, ну вот, собственно, ваша оценка объема в государственной поддержке, и что еще нужно сделать, на ваш взгляд, чтобы отрасль, ну, не только действующие компании развивались, появлялись новые на освободившихся нишах? – Максим, если мы говорим все-таки про мебельную производство, сейчас конкретизируем, то, ну, в первую очередь, это поддержка логистики для экспортеров. Постановление 1347. В августе было переподписано место 496. Это компенсация транспортных расходов для экспортеров. Мебельщики тоже этим пользовались. Важно, чтобы сейчас эти деньги доходили достаточно оперативно. То есть, не раз, там, в год-полгода компенсация производилась, а хотя бы ежеквартально. И чтобы лимит, в принципе, был достаточен. Это важная мера. То, что касается внутреннего рынка, ну, повторюсь, у мебельщиков сейчас на фоне большинства, ну, не то, что неплохо, предприятия живут. Да, возможно, та мера, которую в 2020 году, вот, Алмаз Рамильевич упоминал, 696-е постановление о субсидировании оперативных затрат и затрат на зарплаты, да, на флот для многих предприятий очень вовремя пришлось. Оценивать, та ли сейчас ситуация или нет, чтобы серьезные деньги в это вкладывать, а это все-таки тогда большие деньги из бюджета шли. Должно, наверное, правительство, но, собственно, Минфин этим и занимается. А с нашей стороны Минпром очень активно работает, ну, Минпромторг России имею в виду, очень-очень активно работает по поиску инструментов поддержки. Здесь прямой контакт постоянно с ними, поэтому там спасибо коллегам. Да. И еще, Тимур Равильевич, такой вопрос. Вот в самом начале программы, да, в своей подводке говорилось о возможности приоритетного права градообразующим, системообразующим предприятиям зайти на новые рынки, в частности, вот, на новые территории, да, нашей страны. Почему это для них важно? Почему мы, ну, как бы, должны принять, наши власти должны принять такое решение, вот, по мнению ассоциации? Здесь важно то, что это достаточно большой рынок, действительно, одномоментно появляется. И вот на фоне резкого сокращения продаж, связанного с закрытием, как мы уже говорили, неоднократно экспортных рынков традиционных, для фанерщиков больше 50% это как раз был рынки ЕС, и США, да, там почти 60. То есть, те стройматериалы, те вещи, которые они могут поставлять сейчас, важно, чтобы достались не в рамках, там, госзаказа или закупок не одному-двум предприятиям, а более широкому кругу. Соответственно, здесь, опять же, рассчитываем и на Минстрой, который в оперштабе этой работой занимается, и на Минпромторг, который отрасль отстаивает, что очень здравый такой подход будет. Ну а почему именно системообразующие, градообразующие? Ребята, одно дело найти, мы там много говорили про разные шведские бренды, продавцу работу в мегаполисе, прошу прощения, да, другое дело в удаленном листом поселке, где, в принципе, нет другой работы, кроме как на этом предприятии. Если оно закрывается, здесь уже никто ничего делать не сможет, только прямое субсидирование, социальная помощь. Поэтому именно приоритет в таким компаниях. А системообразующие, ну и здесь что говорить, в свое время, 20 года назад, и в этом году, кстати, обновляли список федеральной системообразующих предприятий, именно с этой целью понять, кто наиболее серьезную роль играет. Да, ну что ж, наша программа подошла к концу. Спасибо большое уважаемым участникам за то, что нашли время. Спасибо за исчерпывающие ответы. Тимур Иртуганов, генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, Алмаз Мавлеев, заместитель директора компании «Корона». Оставайтесь на РБК.